Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наша культура». Каждую неделю мы рассказываем о самых значимых культурных событиях в жизни нашего края. Мы в малом концертном зале Красноярской филармонии. И на этой сцене сейчас состоится заключительный концерт фестиваля «Азия, Сибирь, Европа». Послушать ее пришли все. Сказать, что переаншлаг, не сказать ничего. Не было даже мест в проходах. Элисо Константиновна Версаладзе – звезда пленительного счастья для слушателей. И мы, как бредущие по египетской пустыне, ждали ее света. Перед самым концертом, провожая Элисо Константиновну до гримерной, я обсуждал с ней игру футбольного ЦСКА, приехавшего в Красноярск, игра с Енисеем. И невиданный аншлаг на стадионе. Такой же аншлаг ожидал пианистку здесь, в филармонии. И там, и здесь зрители, конечно, ждали чудо. Как и на футбольном матче, так и в филармонии чудо случилось. Синхронно. Элисо Константиновна сказала, что в молодости она тоже была футбольной болельщицей. Она потрясающая. Слышу я беседу за кулисами двух молодых сотрудников филармонии. Это за день до концерта. Идет репетиция. 75-й. И снова начали, говорит через переводчика греческий дирижер Симеон Ионидис, музыкантом Красноярского камерного оркестра. Один, два. Послушиваясь к звукам из гримерной. Вы слышите? Я сама хотела там посидеть, посмотреть, как это колдовство происходит. На первом концерте что-то было невероятное, восклицает Лариса Владимировна. А она прямо ваш кумир-кумир? Вы к ней с таким трепетом относитесь? Говорю я пианистке Ларисе Маркосян. Она не то, что мой кумир. Она кумир кумиров. Она последний из магикан. Это легендарная женщина, перед которой преклонялся сам Рихтер. Можно ли пожелать лучшего Шумана после Шумана, которого сегодня играла Версаладзе? Думаю, что после Генриха Нейгауза я такого Шумана не слыхал. Писал в своем дневнике Святослав Рихтер. Она единственная из женщин, которая записала все концерты Моцарта. И не только Моцарта. 32 фортепианные сонаты Бетховена. Все этюды и все венгерские рапсодии Листа. Фортепианные сонаты Прокофьева. Элисо Константиновна воспитала цвет российских пианистов, в том числе Бориса Березовского. Конечно, это абсолютно непререкаемый авторитет в фортепианном мире. Невероятный пианист. Невероятное отношение к рояльному звуку. Невероятной красоты фортепианной туши. Так рояль практически уже ни у кого не звучит. Она говорит, рояль – это как голос. А голос – это таинство Божие. Как воспринимать зрителю то, что вы играете? Спрашиваю я в перерыве репетиции Элисо Константиновну. Я вас уверяю, что для этого не нужно никакое образование, чтобы понимать хорошую музыку в таком достаточно приличном исполнении. Будем говорить так. Потому что она доходчива, она без слов, она без всяких переводов, она абсолютно ясна. В год Греции в России управлять красноярским камерным оркестром приехал греческий дирижер Симеон Ионидис. Сегодня будут исполнены греческие танцы композитора Скарлатоса и Лагро Искерцу, композитора Балтоса. Я думаю, что греческие произведения будут также иметь большой успех, поскольку они обладают национальным колоритом, который так схож с русским фольклором. Мы стояли с художественным руководителем фестиваля Азия-Сибирь-Европа Михаилом Бенюмовым в этой бесконечной толпе, жаждущей музыки плечом к плечу. В последнем ряду портера, ноти не пролететь, припертая и музыкой, и зрителями к стене, стояли весь концерт, как и десятки зрителей вокруг. Никто не ушел, никто не устал. «Так лучше слышно», — шутит маэстро. «Конечно, канал-то прямой, соглашаюсь я с Михаилом Иосифовичем». Вытянув шеи, зрители внимали каждому движению рук пианистки. Я оглядывался, смотрел по сторонам и видел, что каждый из них улыбался. И я вместе со всеми погружался в эту восхищающую своей безграничной красотой и одновременно пугающую своей бездонностью пучину, в которой от рождения человека человеческая душа пытается сыграть Богу свою нужность, нежность свою на самых верных и правдивых для этого инструментах — фортепиано и скрипке. Эта Элисо Константиновна Версаладзе играла Шопена. Играла, как никто другой в этом мире. Мы в Красноярском доме художника, и здесь только что открылась экспозиция, которая называется «Цветы Андрея Позднеева». Сверкающей россыпью выставок отмечает 90-летний юбилей одного из своих самых ярких и уникальных художников «Красноярский край». Огромное количество произведений, несколько сотен, будет выставлено на различных экспозиционных площадках и в музеях. Неделя Андрея Позднеева начинает собирать на своей экспозиции невероятное количество зрителей. На правобережье, на улице Вавилова, уличная галерея на подмостках представила репродукции картин Андрея Позднеева. А это Красноярский дом художника. И здесь сразу в двух залах выставлены его цветы. В художественном музее имени Сурикова открылась выставка работ раннего творчества мастера. В музейном центре Площадь мира покажут работы позднего периода. А в культурном пространстве Каменка выставят графику Андрея Геннадьевича. Обо всем этом подробнее в нашей следующей программе. Мы в Красноярском театре кукол. И на этой сцене сейчас состоится премьера спектакля, который называется «Стойкий оловянный солдатик». А давай сделаем бумажный кораблик и пустим нашего солдатика в плавание. Давай, он все равно никуда не годится. Иди вперед, всегда вперед, пути другого нет. Солдат себе ответ дает, солдат судьбе ответ дает. Вперед и весь ответ. Они посадили оловянного солдатика в кораблик из старой газеты и опустили в канавку. Вода в канавке так и бурлила. И вот его принесли в комнату, и он увидел того же мальчика, говорит актер. Ты объясни, в какую комнату. И через этот текст надо дать это событие, говорит актеру режиссер. И вдруг он увидел того же мальчика, того же. Вокруг стояли те же игрушки. То же самое, понимаешь? А на пороге красавица-танцовщица. Вот надо прям туда, туда, туда. Актеры заново проходят сцену. Не той стороной балерину держишь. Категорически не той. Делает замечание режиссер. Да, вот так правильно. Тролль не смог снести такого унижения. И как только пробила полночь, со всей своей злобой выскочил и отбросил нашего солдатика. Наш герой перейдет через всю комнату, попал прямо в горящий камин. Музыка смолкла. Хорошо, Сережа. Трест камина чуть-чуть послабее. Сделай, пожалуйста. Говорит звукорежиссеру режиссер. Не страдай. Говорит режиссер уже актрисе. Все хорошо закончилось. Светлый финал. Они все умерли. Все. Удивительным образом в расплавленное сердце солдатика вплавилась блестка из броши игрушечной балерины, продолжает актер. Так стойкий оловянный солдатик и его возлюбленная соединились навечно. И больше никто не мог их разлучить. Так вот здесь вы уходите. И ты говоришь, режиссер спектакля Светлана Дорожка. Я выхожу. Ксения говорит, художник спектакля Иван Дебаль. Выходит Ваня. И я представляю вас. В сегодняшнем премьерном варианте сделаем так. Это такой, можно сказать, классическая постановка. Я ее так называю. Хотя она, конечно, не классическая. Но в таком манере не свойственна мне, допустим, как режиссеру. Сделаем этот спектакль. Очень спокойный, очень такой изящный, эстетский несколько. Ну, в общем, такой эксперимент для меня. Уважаемые зрители, прозвенел первый звонок. Вы получили спектакль, еще 10 минут. Вы в зал уже можете пропадить. Замечательная история и отличное проникновение игры актеров. Спасибо огромное. Пишет в книге отзывов мама от своего имени и от имени маленького сына, только что посмотревших спектакль. А чуть ниже, в соответствии с ростом зрителя, есть детская книга отзывов. Там пишут самые маленькие зрители. Здесь огромными расползающимися каракулями ясно выведено. Спасибо, Владислава. Смотри-ка, полный зал, говорит зрительница подруги. Ну, а что ты хочешь? Я сама эту книжку несколько раз в детстве перечитывала. Скажите, а вы знаете, кто написал эту сказку? Спрашивает зрители ведущая. Андерсон, кричит мальчик из пятого ряда. Разрешите представиться. Ганс Нильсон. А это моя младшая сестра, Марта Нильсон. Сегодня мы вам расскажем одну удивительную историю. Просим нас извинить. Мы немного волнуемся, потому что это будет история про любовь, перебивает его героиня. Да, конечно, это будет история про любовь. Про настоящую любовь. А еще про мужество, скромность, честность и удивительную стойкость одного маленького оловянного солдатика. Мы в выставочных залах Академии художеств. И здесь только что открылась масштабная экспозиция выпускников мастерских живописи, графики и скульптуры. Сначала идет тщательная работа над эскизами, рассказывает мне Ольга Щибря. Потому что если будут неудачные эскизы, то уже в дереве, в торце это не переделать. Если эскиз изначально неудачный и работа пошла неудачно, там только доску полностью счищать. И все заново. А это впечатление, я ездила в творческую командировку по Байкалу. Нам такую дают. Сегодня у меня основная тематика духовная. Она мне близка. Потому что я вижу в этом ценность и для себя, и для общества в целом. Потому что любовь, она всегда должна быть впереди всего. А я стараюсь выразить ее посредством своих работ. Рассказывает мне скульптор Андрей Мурзин. У меня здесь серия графических работ, выполненная в технике обрезной ксилографии. Вот эти работы конкретно называются «Икар». Два листа. Такая трактовка легенды об Икаре. Это мечта людей о свободе, о полете. Полет не в прямом смысле, а в более широком. Как символ некой свободы. Вы закончили художественное училище. Затем художественный институт. Затем мастерские Академии художеств. Вы проучились в общей сложности 15 лет. Беседую я с художницей. Чем вы теперь будете заниматься? Я сейчас занимаюсь росписью храма. И я надеюсь, что у меня и дальше получится работать в этом направлении. Мастерские графики настолько стабильно работают все эти годы, что мне не стыдно за моих учеников. Какая дальше у них судьба будет? Что с ними будет дальше? Вот с судьбой это сложно, как всегда. Потому что думаешь одно, а получается другое. Потому что жизнь заставляет их где-то в какую-то сторону склоняться. Но в любом случае они работают в искусстве. Дружинина здесь, оглядывая собравшихся, спрашивает Герман Суфодинович Паштов. Здесь, здесь, говорят зрители. О, скульптор Евгения Дружинина. Ну вот замечательно, что все здесь собрались. И я думаю, что следующая группа художников, которые будут работать в творческих мастерских, также достойно отработает. И также будет достойно защищаться, как и вы. Поздравляем вас. Герман Суфодинович Паштовин. Сергей Нуфин. Я хочу сказать, что сделан новый набор новых стажеров в Мастерские Академии Художеств. Творческие мастерские продолжают работать. И в скором времени мы увидим новые выставки и новые результаты. Хочется всех поздравить. И пожелать широкой дороги. Очень непростой, но точно очень интересной. Дороги в творчестве. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и музейных залах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok